Одним из главных вопросов в повестке состоявшейся сессии отчета о работе Солигорского райисполкома за 2018 год. Это программа социально-экономического развития района, бюджета и порядок управления, распоряжение коммунальной собственностью, вопросы жизнедеятельности горожан. В первом этапе мы на заседании в актовом зале исполкома отчитались о социально-экономическом развитии, о тех результатах работы за прошлый год, определили вектор развития 2019 года. Депутаты обсудили ряд вопросов по корректировке бюджета на 2019 год и утвердили отчет об исполнении районного бюджета за прошедший. В течение года были направлены свободные остатки, поэтому расходов было больше, доходов в течение года меньше, но остатки были на 1-е, 1-е, 18-е, поэтому их тоже направили. Также депутаты рассмотрели вопросы по освобождению от перечисления в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду одного из предприятий, и проголосовали за отмену решения о предоставлении государственной финансовой поддержки для семьи, которая утратила статус многодетной. Перед депутатами выступил начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Андрей Каминский обратил внимание на скважины, которые уже не используются в районе и подлежат ликвидационному тампонажу. Проект согласовывается с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, создается потом комиссия и нанимается соответствующей организацией в сфере строительной области. Уже на выезде депутаты ознакомились с объектами и организациями, которые были созданы в 2018 году. Вторая поликлиника оснащена высокоточным оборудованием и современной лабораторией. Здесь практически все укомпьютизировано. Электронная очередь, рецепты, амбулаторные карты. Время решения все-таки проехать все эти объекты, которые были обновлены или вновь построены, вновь созданы, с отчетом практически, на каждом объекте рассказывая, что это дало в экономику района, какие это материальные блага, либо просто благо для нахождения, проживания на территории Солигорщины. И, в принципе, нужно отметить, что многое было сделано силами наших горожан, силами жителей района, работниками и предприятий. В апреле прошлого года была создана и работает единая диспетчерская служба 115. Она взяла на себя нагрузку по ведению базы данных ЖКХ-услуг единой для всех поставщиков, с единой системой учета и единой абонентной базой. Одновременно со службой 115 начал работу и портал «Мой город 115 Бел». Очень много вопросов. Было несколько даже предложений по совершенствованию этой службы, которые, я надеюсь, будут взяты на контроль и как-то дальше будут воплощены в жизнь. Были показаны и ремонты домов, и строительство новых домов. Ну, то есть, очень большой спектр работы, который был выполнен Солигорским исполкомом в 2018 году, и который необходимо было нашим депутатам увидеть и посмотреть, может, даже не просто вот как жителям города, а именно изнутри. А это уже новый дом ДСК экспериментальной серии. Так называемая «свечка» под умелыми архитектурными решениями скрывают обычные плиты. Правда, панели имеют более высокую шумоизоляцию и низкую теплопроводность. Дом на 63 квартиры. Оборудован электроподъемниками в подъезд и подвальное помещение. Данный дом из себя представляет девятиэтажное здание. По проекту его возможности возвышения до 19 этажей. Применены конструкции, уже соответствующие действующим на сегодняшний день евронормам, евростандартам. Толщина стены 350 см. Архитектура. Она отличает нашу серию типовую своим фасадом. Применением здесь множество стекла на фасаде, французские балконы. Домостроительный комбинат предприятия специализируется на крупнопанельном домостроении. В 2018 году вышла на свою проектную мощность и построила 116 тысяч квадратных метров жилья. В планах на текущий год увеличить производство и выйти на 120 тысяч. С 25 марта по 25 апреля в Солигорском районе объявлен месячник по благоустройству. И тема наведения порядка также была в центре внимания работы депутатов. Объявлен сегодня уже месячник по наведению порядка. И в эту субботу в текущую уже всех можно приглашать и нужно приглашать для работы на территории. Создание уюта, комфорта. Все зависит только от нас. На сессии спланировали, что у нас 12 числа состоится наш депутатский субботник. В завершение работы сессии депутаты посетили Краснодворский учебно-педагогический комплекс и Солигорскую птицефабрику.